Серебрянский лес – один из самых атакуемых россиянами участков фронта в направлении Кременной. Лес, как можно видеть, вообще полностью покалечен, скажем так, укрытием на местности. Для бойцов это тоже не назовешь. Все спаленное, разбитое снарядами. Поэтому здесь даже, несмотря на то, что мы находимся в лесу, перемещаемся очень быстро. Первая линия сил украинской обороны здесь ежедневно отбивает до пяти российских штурмов. Самостоятельно пехоте с этим не справится. Поэтому даже в самую нелетную погоду аэроразведка всегда старается поднять в небо дроны. Бойцы отмечают, на этом участке фронта россияне редко штурмуют техникой. Чаще атакуют небольшими группами. И такие попытки ежедневно пресекают операторы скидов и дронов Камикадзе. Пехота, последним часом, засоби связку им с низшим. Дуже багато. Антенны и все таки остальное. Вывести из строя живую силу противника даже с незначительными ранениями уже результат, говорят защитники. Скид на работу вылетает не сам. Как минимум еще два дрона корректируют его передвижение. «Поднимаю ретранслятор, который передает частоты. Добто, чтобы не втратить дрон, борт, и передает, чтобы украшение связки было». «И это эффективно, да?» «Так». Защитники отмечают, в нынешней войне ударные БПЛА – одно из лучших оружий для сдерживания. Бойцы научились использовать одноразовые дроны для нескольких вылетов. Теперь, например, дрон стоимостью в несколько сотен долларов может нанести многомиллионный ущерб противнику. Бойцы самостоятельно собирают и обслуживают дроны. Признаются, с обеспечением такими средствами борьбы с противником им хорошо помогают волонтеры. Алена Грамова, Евгений Кармазин, Александр Колычев из Луганской области для телеканала Freedom.